Пока риск заболевания коронавирусной инфекции остается высоким, представители районных администраций ведут контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на объектах потребительского рынка. На входе в торговые центры у посетителей должны проверять QR-коды о вакцинации или о перенесенном заболевании. Особое внимание уделяют контролю за ношением масок и регулярной санитарной обработке помещений и всех контактных поверхностей. В этот раз мониторинг провели в одном из торговых центров промышленного района. В промышленном районе с начала года на нарушителей было составлено более 500 материалов. При фиксации нарушения сотрудниками районной администрации составляется акт, который в дальнейшем направляется в Роспотребнадзор или другой уполномоченный орган для составления протокола, а далее в суд для принятия решения. Штрафы за несоблюдение ограничительных мер внушительные. В отношении физических лиц они доходят до 30 тысяч рублей, для предпринимателей до 300 тысяч. За повторное нарушение грозит от 500 тысяч до миллиона рублей или при остановлении деятельности на срок до 90 суток. В данном случае мы здесь наблюдаем наличие антисептика при выработке рук, наличие разметки на полу, продавец маски, купатель маски. Нарушения не воевали. Нарушителей мы изначально не пускаем в торговый центр. Стараемся всех оповестить и по торговому центру посетителей, которые пытаются снять Москву, что мы, соответственно, делаем замечание. Соблюдение антиковидных мер необходимо соблюдать для того, чтобы уменьшить количество, сократить заболеваемость в городе, в стране. Не обошли стороной зону фудкорта. Здесь в первую очередь смотрят на график дезинфекции мест общественного пользования и журнал измерения температуры сотрудников. Работники ресторанов быстрого питания должны обеспечивать безопасность не только посетителей, но и клиентов, которые оформляют доставку еды на дом. Заказывайте, обязательно отдаем курьерам. Они обрабатывают сумки, одевают перчатки, одевают маски. У нас есть экран. То есть для того, чтобы не соприкасаться с курьерами, с этим придерживаем дистанцию и отдаем с контактной дистанцией. То есть из рук руки ничего не отдаем. Мониторинг торговых центров и объектов потребительского рынка проводят ежедневно, в том числе и в выходные. По результатам сегодняшней проверки нарушений не выявлено. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События.